Что может быть чудеснее? Видеть восторженные лица и слышать звонкий смех детей. Именно в этом месте в довоенные годы царила атмосфера праздника. Среди детей и подростков был популярен сад пионеров, располагавшийся между нынешней улицей Театральной и проспектом Революции. Никто и представить не мог, что 13 июня 1942 год станет началом тяжких испытаний для Воронежа. 13 июня 1942 год. Что случилось, помните? 13 июня 1942 год. Освобождение Воронежа. Разбомбили пионеров около теперешнего драмтеатра, напротив теперешнего драмтеатра. Там есть камень, который об этом напоминает всем взрослым и детям. Мне уже 74 года, я уже не помню, конечно, именно 13-го. Нет, я не могу точно сказать. Но мне кажется, вот Москву освободили, не дали напасть на Москву. А что связано с Воронежем у 13 июня? Вот с Воронежем не знаю. Именно в этот день, в разгар беззаботного праздника, над городом появился вражеский бомбардировщик. Он сбросил три бомбы на сад, в результате чего погибло более 300 ни в чем не повинных детей. Много было раненых. Они стали первыми жертвами войны в границах Воронежа. Сейчас на месте сада остался только памятный знак.